Еще одно громкое уголовное дело касается опасных связей Дениса Никандрова. Генерал-майор юстиции мог прикрывать черных риэлторов в Москве. По данным ЛАЙФ, ФСБ заинтересовалась отношениями офицера и банды, которая отбирала квартиры у одиноких жителей столицы. По версии сотрудников спецслужб, преступники расплачивались покровителем недвижимостью. Как говорят правоохранители, группировка орудовала 10 лет. В банду входили риэлторы, сотрудники Следственного комитета, прокуратура, МВД. Схема работала как часы. Черные дилеры находили одиноких стариков, алкоголиков или наркоманов. Жертв вынуждали отписывать квартиры в обмен на московское жилье. Они получали в лучшем случае комнаты в общежитиях. Конечно, за пределами столичного региона. В худшем бывших владельцев находили убитыми. При этом стражи порядка открывали и тут же умело разваливали уголовные дела. Чаще всего для сделок преступники выбирали квартиры на востоке и юго-востоке Москвы. По данным следователей, 7 лет назад Некандров получил жилье в районе Марьино. До этого тело бывшего хозяина квартиры нашли в лесу. А родственники генерала обрели двушку в микрорайоне Выхино. Ее экс-владелец пропал без вести. Ну и пока сам Некандров СИЗО и его бывшего подследственного этапировали из колонии в Москву для отдачи показаний, Следственный комитет прекратил уголовное преследование экс-оперуполномоченного московского УВД Дмитрия Христофорова. Об этом сообщает издание «Росбалт». Правоохранители говорят, что истек срок давности по статье экс-полицейского обвиняли в превышении должностных полномочий. Два года назад Христофорова приговорили к семи годам лишения свободы. По версии правоохранителей, он помогал фирмам проводить махинации с возмещением НДС. Они предоставляли в налоговой службе фиктивный отчет о работе компании «Однодневок». По некоторым данным, в результате госбюджет недосчитался 9 миллиардов рублей. Расследование вел теперь широко известный замглавы следственного управления СК Денис Некандров. Редактор субтитров А.Семкин